В Казалардинской области другая проблема. Весенние талые воды подтопили улицы и частные подворья в Жанакаргане. В стихийном бедствии обвинили международный автобан Западная Европа-Западный Китай. По словам специалистов ЧАЭС, большая вода должна была пойти в обход населенных пунктов. Однако этого не произошло из-за отсутствия специальных водоотводов на автомагистрали. Впрочем, в компании Казавтодор с этим не согласились. Моя коллега Райхан Тажибаева попыталась разобраться. Автодорога первой категории Западная Европа-Западный Китай построена с учетом международных стандартов. Одно из технических требований – наличие водоотводов. Они есть на протяжении всей магистрали. Поэтому для потока талых и дождевых вод автобан не помеха, говорят специалисты КАС Автодора. По сравнению со старой трассой, технические возможности водоотводов сейчас увеличены втрое. Поэтому беспрепятственному прохождению потока талых и дождевых вод ничего не мешает. Тем не менее, талые воды, сошедшие с Каратау, прошли не по предусмотренным специалистам отводам, а в обход, создавая реальную угрозу стоящим на пути населенным пунктам. В зоне риска оказались сразу несколько сел же на Курганского района. Изменить направление водного потока удалось силами спасателей ДЧС и сформированных наспех отрядов добровольцев. Уровень воды вдоль дороги был порядка 30 сантиметров. На тот момент она еще не дотягивала до трубы. Эта вода и хлынула в поселок, вниз. Наверное, эти трубы установлены слишком высоко. Но специалисты Казавтодора утверждают, что ставили их на уровне земли. Не знаю. Еще одна версия смены привычного потока талых вод – разрушение старого русла воды в ходе строительства газопровода Бенеу-Базой-Шимкент. Как бы там ни было, теперь главное не искать виновных, а сделать все, чтобы подобное ЧП больше не повторилось. Райхан Тажибаев, Альхайдар Турлуханов, Казарзинская область.